Человек, который открыл новую страницу истории коррельона в России. Экзотически для нашей страны хорошо известный на Западе музыкальный инструмент звучит в самом сердце северной столицы благодаря бельгийскому подданному Йохазену. Недавно он получил российское гражданство и теперь чаще бывает в нашей стране, чем на родине. Студенты называют его профессором, музыкант-играссмейстером, а дети — волшебником. О том, как рождается малиновый звон Дмитрий Витов. Что ни говори, но Йохазен и впрямь волшебник. Ведь он человек из музыкальной шкатулки. Только размером она с колокольню. Чтобы сыграть на ней, подниматься надо 203 ступеньки выше крыши Петропавловского собора. Здесь панорама уникальная. Это центр города, основа города. Подданный его величеству бельгийского короля Йозеф Вильям, так звучит его полное имя, сделал блестящую карьеру в Европе. Играл на органе, побеждал на конкурсах, возглавил королевскую музыкальную школу. Но вдруг все бросил и прилетел в Петербург. Узнал, что 300 лет назад в Петропавловском соборе был карельон. Та самая музыкальная шкатулка в башне – удивительный инструмент, в котором клавиатура соединена с колоколами. В Россию карельоны привез Петр I из бельгийского города Мехелин – родины Йохазена. По-французски город называют Малин, отсюда и русское выражение – «малиновый звон», то есть такой, как в Малин – Мехелине. Профессор Хаазен обнаружил в Петропавловской крепости остатки того Петровского карельона и задумал возродить утраченный инструмент. Первый колокол подарила королевская семья, потом бельгийские министерства, меценаты. И вот теперь каждую неделю он поднимается с учениками на колокольню и ждет полуденного выстрела – сигнала к началу концерта. Во всем мире коррельонов меньше тысячи. 120 в Бельгии – 200 в Голландии, есть в Америке, Австралии, даже в Южной Корее и Китае. А исполнителей – сущие единицы. Ведь музыканту нужна незаурядная ловкость и сила. Играть-то приходится кулаками и ногами на клавиатуре длиной с барную стойку. Колоколов больше полусотни и весят они от 15 килограммов до трех тонн. Гимнастика, можно сказать. Я уже сказал, что японцы говорят – артистическое карате. Уникальность коррельона в том, что музыкант сидит внутри инструмента, в маленькой дощатой будке. От нее во все стороны тянутся тросы. Слева ухает большой колокол, под ногами средние, а малые где-то высоко под шпилем. Все эти отзвуки долго звучат, и они могут звучать смешанно. Получается иногда или даже часто случается акустический бардак, можно сказать. Очень сложно. Поэтому нам надо работать с определенными акцентами. Мы должны хорошо слышать, куда эти отзвуки летают и что они творят. Но внизу, на земле, публика слышит идеальную гармонию и приходит в неописуемый восторг. Ведь для большинства коррельон – совершеннейшая экзотика. Раньше здесь глаза только заняты, а теперь и уши заняты. Это двойное удовольствие. И сердце не забываем. И еще обязательно. Бельгийский подданный с российским паспортом Йохаазен теперь проводит больше времени в Петербурге, чем на родине. Здесь у него ученики, слушатели, поклонники. Внешне он нордически сдержан, но внутри по-русски бесшабашен. Его энергией возрождено уже три коррельона в Петропавловке, в Петергофе, в Белгороде. Сейчас Йозеф копит деньги на четвертый для Петербургского университета. Дмитрий Витов, Владимир Смирнов и Денис Торопчинов. Первый канал. Санкт-Петербург.